Время служения вы можете написать имя человека и за что молиться за него? Потому что, может быть, здесь нет сейчас людей, которые присутствуют, но они нуждаются. Да, мне написала одна женщина, попросила помолиться за... Помолиться за одну женщину, которая живет в Москве. Да, поэтому я написала ее имена, ее проблемы, за что нужно помолиться. И в конце служения мы будем молиться. Также, если вы хотите за кого-то помолиться, и вы будете иметь контакт с этим человеком, мы можем, вот уже передали нам определенные вещи, есть салфетки. Да, мы за них тоже помолимся, и вы потом эти салфетки можете передать этим людям, чтобы они возложили их на проблемное место. Ну, это такое вступление, чтобы вы знали, что можно сделать во время служения. Вы знаете, как вы можете направить во время службы. Слава Богу. Правда? Чудесное прославление. У меня жарко стало. Сегодня тема моей проповеди. Ибо я, Господь, Бог Твой, Целитель Твой. И это место написано в книге Исход. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. Двадцатый стих. Двадцать и шестый стих. Мы можем вместе открыть это место, прочитать его. Можем заедно удовлетворить, то вами осудку прочитаем. Двадцатый стих. Двадцатого вошла в наши сердца. Потому что это очень важно. За что-то и много важно. Давайте мы прочитаем книгу Исход. И мы прочитаем книгу Исход. Пятнадцатая глава. Двадцатый стих. Пятнадцатая глава. Двадцатый стих. И сказал. Кто сказал? Господь. Предыдущие стихи. Если ты будешь слушаться Гласа Господа Бога твоего И делать угодно пред очами его И внимать заповедям его И соблюдать все уставы его То не наведу на тебя Ни одной из болезней Которые навел я на Египет Ибо я Господь Бог твой Целитель твой Если соглашен, скажи аминь Потому что это обетование Бога Твое обетованието на Господь Чтобы Он не навел на нас Ни одной из той болезней Которую Он навел на Египет И Египет это прообраз целого мира И мы можем сегодня видеть Миллионы заболеваний И Бог нам обещает Что Он из всех этих заболеваний Ни одну не наведет на нас То есть мы защищены И по Старому Завету И по Новому Завету Тем более Потому что на нас Это обетование Оно исполнено Потому что кто-то заплатил Великую цену И Пророк Исаия написано В 53 главе Через Неговите рани Сме какво Изцелились В прошедшем времени В минулое время То есть это уже совершившийся факт Это то, что уже случилось Нечто, което се случило Сейчас я открою книга Откровения И сега утварям книга Откровения Это написано в первой главе Пишу го в первой главе С 10 стиха Апостол Иоанн Богослов пишет Апостол Иоанн пишет Я был в духе В день воскресный Слышал позади себя Громкий голос На проекторе есть Да Как бы трубный Который говорил Я и Есим Альфа и Омега Первый и последний То, что видишь Напиши в книгу И пошли церквям Находящимся в Асии В Ифиес В Смирну В Пергам В Фиатиру В Сардис В Филадельфию И в Лаудикею Немножко отвлекусь Перечисляются города Перечисляются церкви И церкви В том числе Например В Ефесии Находилась Ефесская церковь В Смирне находилась Смирнская церковь В Лаудикея Находилась Лаудикея Все эти города Находятся на сегодняшний день Где? На территории Турции Территорията на Турции И мы в ближайшее время Мы сообщим Дополнительно И близко время Ще сообщим Мы организовываем Тур по семи церквям Ще организовываем Тур по седемте церкви То есть Будет организован автобус Кде мы можем сесть Ще има автобус Където ще се качим И автобус Нас повезет По всем этим семи городам И автобус Ще не отведе По тези седемте городове И специально обученный гид И специален гид Ну Сразу Да Внесу поправку Что будет Лицензированный гид С одной стороны Лицензированный гид Вот и на стороне Потому что мы Будем обязаны Это сделать Ну С турецкой стороны Турецкой стороны Ну В основном Мы будем слушать пастора Который будет Так же в этом автобусе Который живет И несет служение В городе Аланье Так же в Турции И он будет уже Чисто на основании Библии Рассказывает нам Про каждую церковь Какие-то исторические факты Послания Конкретно Этой церкви Каким образом Это относится Лично к нам Если кого-то Это заинтересует То можете Присоединяться В каком месяце Это будет В начале Это Предстоит Приблизить На начале мая Приблизительно В начале На май Я читаю дальше Читаю нотаток Я обратился Чтобы увидеть Чей голос Говоришь и со мной И обратившись Увидел Семь золотых светильников И посреди Семьи светильников Подобного Сыну человеческому Облеченного В подир И по персям Опоясанного Золотым поясом Глова его И волосы Были белы Как белая волна То есть Волна На болгарском языке Звучит Такая волна Как овечья шерсть Такая белая Как снег И очи его Как пламень огненный И ноги его Подобны Хал Коливану Как раскаленные В печи И голос его Как шум Вот многих Идет описание Кого? И тут Сеуписвакой Описывается Наш Господь Иисус Христос Дальше 16 стиха И от 16 стих Он держал В деснице своей Семь звезд И из уст Его выходил Острый С обеих сторон Меч И лицо его Как солнце Сияющее В силе своей Представьте себе Эту Величественную Картина То есть Перед Иоанном Богословом Предстал Иисус Христос Но не тот Которого Знал Апостол Иоанн У которого Он привык Лежать на груди И был ему Как самый близкий Ученик Когда Иисус Христос Еще ходил По этой земле В этот раз Иисус Христос Представил В новом теле В каком теле Я хочу сказать В прославленном Теле Лицо его Сияло Как солнце В силе своей Можете себе Это представить Моги подобные Халкилован Но раскаленные В печи То есть Это какое-то Величественное Зрелище И из уст Его выходил Острый С обеих сторон Меч Представляете Какое зрелище С одной стороны Величественное А с другой С другой Такой трепет Пришел Что апостол Иоанн Просто рухнул Любимый Ученик Иисус Христа Просто упал В страхе И трепети Перед Иисусом Когда я увидел Его То упал К ногам Его Как мертвый И он Положил на меня Десницу свою И сказал мне Не бойся Я Исем Первый Последний Живый И был мертв И сежив Во веки веков Аминь Имею ключи Ада И смерти И так Напиши Что ты Видел Что Ищи Что Будет После Сего Тайны Семи Звезд Которые Ты Видел В Деснице Моей И Семи Золотых Светильников Есть Сия Семь Звезд Суть Ангелы Семи Церквей А Семь Светильников Которые Ты Видел Суть Семь Церквей То есть Кто Такие Звезды Которые Иисус Христос Вот так Снопом Держал В своей Руке Нет Кто Вот эти Звезды Которые Иисус Христос Держал Своей Деснице Библия Объясняет О том Что Это Ангелы Семи Церквей Семь Звезд Суть Ангелы Семи Церквей Кто Такие Ангелы Ангелы В переводе Из греческого Языка Это Вестники То есть Это Те Служители Которых Иисус Христос Использует В качестве Проповедника Благовестителей Евангелистов Пророчествующих Прославляющих Име То есть Все Те Которые В Церкви Божьей Рассказывают Нам Благую Вест Благата Вест Радостна Вест Правда Это Ангелы Церкви Иисус Христос Их держит В своей Рыке И ходит Между Семи Светильников А Семь Светильников Это Суть Семь Церквей Суть Семь Церквей Семь Церкви И Вы знаете Вот В следующей Главе Во Второй Главе Иисус Христос Говорит Ангелу Ифесской Церкви Напиши Так Говорит Держащий Семь Звезд Деся Свои Ходящие Посреди Семь Золотых Светильников Знаю Твои Дела И Труд Твой И Терпение Твое И То Что Ты Не Можешь Сносить Разратных И И Испытал Тех Которые Называют Себя Апостолами А они Не Таковы И Нашел Что Они Лжецы Ты Много Переносил Имеешь Терпение И Для Имени Моего Потрудился И Не Изнемогал Но Име Против Тебя То Что Ты Оставил Первую Любовь Твою И Так Вспомни Откуда Ты Не Спал И Покайся И Твори Прежние Дела А если Не Так То Скоро Приду К Тебе И Сдвину Светильник Твой С места Сего Если Не Покаешься Впрочем То В тебе Хорошо Что Ты Ненавидишь Дела Николаитов Которые И Я Ненавижу Да С первого А Ангела На Седмите Златни Светилника Знаят Твоите Дела И Трудоти И Търпението Ти И Че Не Можешь Да Търпиш Злите И Опитал Си Тези Които Наричат Себе Се Апостоли И Не Са И Намерил Си Лъжци И Търпял Си И Имаш Търпение И За Моето Име Си Се Трудил И Не Ако Не Се Покаяш Все Но Имаш Това Че Ненавиждаш Делата На Николаиците Които Ненавиждам И Седьмой Стих Имеющий Ухо Да Слышат Что Дух Говорит Црквям Побеждающему Дам Вкушать От Древа Жизни Которое Посреди Рая И Седьмой Стих Който Има Ухо Нека Слуша Щото Казва Духът Към Црквите На Тогози Който Победи Ще Му Дам Да Иде От Дръвото На Живота Което Е В Сред Рай Божий И Смотрите И 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 Пророчествующие Тези Които Пророкуват Относят Този Период Ефейска Црква К Первоапостольска Црква То Это Буквально Первые Века После Рождества Христова И Проблема Этой Церкви Этого Периода Была В том Что Эта Церковь Находилась На Самой Невероятной Высоте Самые Невероятные Чудеса И Знамения Все То Что Иисус Христос Им Обещал Все Знамения Чудеса Изцеление Освобождение От бесове Воскрешение Они Очень Обильно Происходили В Первоапостольска Црква В Первых Век Но Потом Что-то Уже Тогда Начало Происходить Иисус Христос Говорит Им Против Тебя Что-то Что Что Ты Оставил Первую Любовь Свою Посмотри С какой Высоты Ты Упал И Се Покай И В конце Дает Обещание Что Побеждающему Что Даст Даст Вкушать От древа Жизни Ще Которая Посреди Рая Куда Никому Вход Не Разрешен И Которая Входа Не Разрешен И До Днес На Никого Тебя Тебя Победивши Смогут Туда Входить И Вкушать От древа Жизни Которая Сути Сам Наш Господь Иисус Христос Я Произношу Вот эту Мысль Первый раз О чем Говорит Писание Писание Говорит Что в первоапостольские Времена Была Невероятна Любовь К Господу То что делал В принципе Иисус Христос При жизни Что делал Иисус Для Иисуса Не было Ничего Невозможного Он Показывал И демонстрировал Силу Святого Духа Написано О нем Что он Исцелял Все болезни Скажи Все болезни Абсолютно Все болезни Не было Такой Не имало Някаква Болезни Которую Иисус Христос Не мог бы Исцелить И делал Мгновенно И исцеляли С тысячи И исцелявали Хиляди Согласни ли си Но кто читал Евангелие Это написано Я ничего не Придумал И потом Что-то начало Происходить И потом Мы можем Читать Все Оставшиеся Шест Периоды И где Уже Этого Не Происходит Ничего не Говорится О первой Любви Просто Какие-то Определенные События Происходят Которые Мы можем Проследить По истории Церкви И я Говорю Вот эту Мысль Кого Увидел Иоанн Богослов Он увидел Иисуса Христа Своего Господа И Спасителя Которого Он очень Хорошо знал Когото Добре Познавал И которого Он не узнал И когото Не успел Да Разпознает Потому что Иисус Христос Ему явился В полноте Своей славы Защото Иисус Христос Се явява Този путь В полнотата На славата Си В прославленном Теле Прославленное Тело Ясуса Христа На Иисус Христос На сегодняшний день Не знает Никакой болезни Познава Никаква болезнь Прославленное Тело Иисус Христа На Иисуса Христос Сегодня не знает Смерти Днес не познава Смерта Оно больше Не умирает То не умирает Оно больше Не умрет Никогда Оно предназначено И за вечный Жизнь Согласны ли На него Невозможно Как-то Надавить бесом. У дьявола нет никакого шанса даже подойти близко. У дьявола нет никакого шанс даже да се доближи до него. Потому что Иисус Христос победил его еще 2000 лет назад. Окончательно и безповоротно. На полно и безвозвратно. Во Христе Иисусе есть полнота победы. Вот запомните вот эту мысль. О том, что Иисус пришел за то, что Иисус Христос идва к Иоанну Богослову в прославленном теле, который не знает ни болезни, ни проклятия, ни какой-то финансовой нужды, ни смерти. И давайте мы пойдем дальше. Обещание Иисус Христа. И это написано в Евангелии от Марка. Мы это все прекрасно знаем. Но давайте еще раз прочитаем в напоминание. Что сказал Иисус Христос нам, верующим в Него, Евангелие от Марка 16 глава, с 15 стиха. Евангелие от Марка 16 глава, последняя, с 15 стиха. И сказал им, сказал апостолам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. Идите по цели освят и проповедуйте на всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем садействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Аминь. То есть апостолы тут же пошли и начали исполнять повеление Господа, начали проповедовать, благовествовать, и Бог через них и исцелял, продолжал освобождать, продолжал воскрешать и совершать еще и другие знамения и чудеса. Второе обетование написано у и второе обетование Гупиши у апостола Якова. Пятая глава знаменитая. Пятая глава. И здесь написано так с 13 стиха. Я только пишу 13 стих. Пятая глава с 13 стиха. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Дается пояснение. Признамайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Для чего? Чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Братья, если кто из вас уклонится от истины, это уже последний стих этой главы, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший гречник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Более подробная трактовка этого места говорит о том, что если я кого-то обратил от ложного пути, то я естественно спасаю и его душу от смерти и покрываю и множество своих и его грехов. И покривам много от свои и негови грехове. То есть это такой акт любви, когда Бог уже использует тебя, когда Господь использует тебя, и прощает, покрывает сразу и прошедшие, и настоящие, и твои будущие грехи. Вот это место, оно говорит, 22 места, говорят о том, что каким-то образом болезнь имеет связь с нашими грехами. И вы знаете, это очень важный момент. Потому что вот в первой Ефесской церкви еще написано, что они пребывали в первой любви, потом церковь начала потихонечку отходить и охладевать, и исцеление они практически прекратились. То есть это происходило по местам, эпизодически, но не имело такого распространения, как в первой Апостольской церкви. Обаче не се распространяло по същия начин, като в первой Апостольской церкви. Что мы можем видеть и сегодня? Какво можем да видим и днес? В времена пробуждения, в времената на пробуждение, когда люди масово испытывают первую любовь, исцеление происходит, освобождение происходит, воскрешение происходит. Но потом они, когда церковь отступает, или просто остывает, все эти чудеса и знамения они прекращаются. На което сме свидетели днес. Что нам важно делать и какво важно да правим для того, чтобы вернуть в церковь знамения, чудеса и исцеление. За да върнем в церквата тези знамения и чудеса. Всю ту силу, которая имела первая Апостольская церковь. Целата тази сила, която имела и первата церковь. И давайте мы откроем еще одно место. И нека утворим още одно место. Оно написано в первом послании Петра. Пише го първо Петрово. И в первом послании Петра в четвертой главе. В четвертой главе. Второй стих. Второй стих. Я его когда-то приводил. Я куда сам бегу. И сегодня опять приведу. И не спать чуть увидим. Там мысль простая. Там и моя намного просто мысль. Что написано или это в первом стихе. В первом стихе. Можно с первого стиха. Значит, в первой стих. Так как Иисус Христос пострадал плотью своей, то вооружитесь сиею мыслью. Потому что страдающие плоти перестают грешить. Знаете, я как врач знаю вот этот феномен. И като лекар знам този феномен. Я думаю, что я имею полно право говорить на эту тему сегодня. Потому что я изучал и западную медицину. И восточную медицину. И источную медицину. Которое называют естественную медициину. И также сверхъестественную медицину. И сверхъестественную медицину. Например, знаменитое выражение Гипократа. Который учил своих учеников. И дословно переведу. Что прежде чем лечить своих пациентов, больных, трябва да ги питаешь готовы ли они отказаться от своих пороков. Это могут быть наследственные проклятия, кстати. Какой-то порок, который дети унаследовали. Какое-то проклятие, которое по Библии до третьего-четвертого рода преследует. И, кстати, сразу скажу, что не обязательно что если с бабушкой и дедушкой вот это произошло, то обязательно это и с тобой случится. Если ты применяешь кровь Иисус Христа, то кровь Христа, она сильнее. Иисус Христос пригвоздил всякое проклятие. Иисус Христос оставил на креста всякое проклятие. И мы сегодня свободны от родовых проклятий. Мы сегодня благословены. Ни сме благословени днес. Можете сказать на это амин. Я не унаследовал проклятие. И аз не съм унаследовал проклятието. От Иисуса Христа я унаследовал благословение. И власть, и победа в его драгоценной крови. И Слово Божие говорит, что Тот, кто во мне, он больше того, сильнее того, кто в этом мире. Бог сильнее дьявола? Несомненно. Потому что Бог творец, а дьявол это творение. Он когда-то был сотворен. Рано или поздно Сатане придет конец. Потому что он когда-то принял решение жить без Бога. У Бога нет ни начала, ни конца. Слава на нашим Богом. И еще одна мысль. Страдащие по плот спира да греши. И като лекар съм виждал много ситуаций. Например, я работал в онкологии. Конечно, я видел очень много случаев, когда человек страдает от рака. И у него страшные боли. И он переживает невероятные муки. В Китае есть одна хорошая поговорка. Верная поговорка. Пока человек здоровый, у него тысячи желаний. Когда человек серьезно болен, только одно. Только одно. Понимаете, о чем я говорю? Что же желание? Выздороветь. Он не думает о грехе. Он не думает уже о каких-то наслаждениях. Он думает только о том, что, Господи, помилуй меня. Помоги мне выздороветь. И я пришел к такому выводу. И если человек перестает грешить, то страдания ему не нужны. Понимаете? В них нет необходимости. Бог может послать какое-то страдание, для того, чтобы кого-то сокрушить. За да сокруши някого. Ну, так Писание говорит. Но если человек покаялся, и принял решение, с Божьей помощью, Бог дал нам для этого силу Святого Духа, чтобы противостать любому искушению. И при искушении написано, не говори. И при искушении, да не казывай меня, что Господь меня искушает. Потому что Бог не искушается никаким злом. Но Он дает нам силу. Обаче не дава силу. Написано, что превозмочь любое искушение. Любой соблазн. Всекий соблазн. Вы знаете, очень важно сегодня, что вы уловили это. Чем мы отличаемся от этого мира? Я лично никогда не возвышал себя над миром. Лично аз никуда не се возвышавах над този свет. За то, что я уверовал. За то, что повервах. И теперь я стал такой крутой. И сега станах толкова готин. А эти миряни, пак тези живеющие в света, мисли буркат в краката. Такого Господь, слава Богу, никогда не допускал. Слава Господь, че Господь не го и допускал. В мире грешники. В церкви. В церкви тоже грешники. Но вы знаете, есть кардинальная разница. Я вспоминаю себя до уверования. Я был тотальным грешником. Я был полностью целиком под властью греха. И даже не догадываясь, не подозреваясь. Дьявол владел моей жизнью. И в принципе делал то, что хотел сам. Когда я уверовал, я покаялся. И за короткий промежуток времени, Бог очень быстро освободил меня. От алкоголя. От сквернословия. От псуванието. От периодичного приема наркотиков. От кутицы. От блуда. И так далее и так далее. Я как-то рассказывал, что у меня остался единственный такой серьезный грех, с которым я боролся очень долго. Это, во-первых, непрощение к моему отцу. Я думаю, что это было как следствие. И курение. Я не мог отказаться от сигареты. И шесть месяцев я боролся. И шесть месяцев я боролся. И тогда я познакомился. В 91-м году я уже познакомился со знаменитой 12-шаговой программой. Духовного освобождения от любой зависимости. И эта система основана на Библии. И, конечно, там людям помогают с помощью писания, с помощью определенных шагов, навсегда. Скажи, навсегда. Освободиться от того или другого греха. У меня предстоит курс проповеди. По 12-шаговая программа. Где мы будем проходить по 2-3 шага. Кредито ще минаваме по 1-2 стъпки. Я как-то касался этой темы. Но в этот раз мы пройдем ее более подробно. Потому что лично мне эта программа очень сильно помогла. Постепенно освобождаться от того или другого греха. Чего я сегодня боюсь? Сегодня я могу так сказать, что Библия называет меня святым человеком. И это дай и аминь. Потому что со своей стороны Иисус Христос сделал все возможное и невозможно. Чтобы постоянно омывать меня с святата си кръв и освещать меня. Но зависит ли что-то от тебя лично? И от меня что-то зависит. И от мен също зависит. То есть я должен к этому стремиться. Я должен этого желать. Я должен это ревновать. К чему я сегодня ревную? За какво ревнувам днес? Я опасаюсь сегодня какой-то период времени находиться в состоянии неисповеданного и непокаянного греха. Понимаете? Разбирайте ли? Потому что реально мы все согрешаем. Мыслями своими словами своими желаниями своими действиями и поступками. Каждый человек на этой земле он согрешает. И это неизбежно. Но в чем преимущество верующего человека? В том, что когда мы исповедуем грех, и это написано в первом послании от Иоанна, в первом главе, кровь Иисус Христа не очиства от всякого греха и делает нас святыми. Не потому, что мы хороши. Не потому, что мы святые и праведные. Через веру в Иисус Христос. И в этом наше колоссальное преимущество. И в этом мире любой человек, призвавший имя Господне, написано, тут же может спастись. Амин или не амин? Амин. Это так. Вот и вся разница. В мире живут грешники, непокаянные, которые, может, даже и не хотят каяться. И гордятся. И находятся в бунте против Бога. В церкви тоже находятся грешники. Но какие? Покаившиеся грешники. Понимаете? И вот этот процесс, он на самом деле постоянен. Апостол Павел о себе пишет. Апостол Павел пише. Отложите прежний образ жизни ветхого человека. Да махнете предний образ на живот, на стария человек. И он пишет, я каждый день обновляюсь. Каждый Божий день обновляюсь. Все обновляюсь. И мой ветхий человек клеит. И стария ми человек забинава. А мой внутренний новый человек обновляется в познание Господа моего Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы постоянно призваны обновляться. Это должно быть нашим желанием. Это должно быть нашето желание. И вы знаете, в чем проблема сегодня церкви? И какова проблема на церквата днес? Ну, я уже говорил когда-то такую простую мысль. Что в церкви сегодня очень непопулярна тема о святости. Мы хотим жить так, как мы хотим. Никто нам не указ. Нам нравится это делать. И мы делаем какой-то грех. И делаем его систематически. И как следствие приходит болезнь. Приходит проблема. Приведу сегодня только один пример. И днешне ви дам само один пример. Вы знаете насколько опасен насколько коварен грех с квернословием. Вот казалось бы я называю это словесный грех. Наричам го словесен грех. Человек ничего не сделал. Человек нищо не извършил. Понимаете? Ничего не сделал. Он просто сказал что-то. Сказал какое-то слово нехорошее. Празное слово сказал. Някаква празна дума. Пустое слово сказал. Или еще хуже какую-то хулу. Например. Поругал какого-то священника какой-то церкви. И сказал да они там беснуются. И он даже не догадывается что сознательно или несознательно он похулил святого духа. То есть если в служителе святой дух как фарисеи говорили про Иисус Христа. Что в нем бес. И те казват что има бес в него. Иисус Христос начинает говорить им. Я уже говорил эту мысль и предупреждает им о том что еще немного и они похулят святого духа. Потому что святое в Иисусе они называют бесовским. И этому греху нет прощения. Няма прошка ни в настоящем ни в будущем ни в настоящем ни в будущем. Так написано. Така пише. И смотрите человек ничего не сделал. И человек ничего не направил. Просто открыл свой рот. Просто утворил устата си. И произнес какое-то ругательство. И произнес некое ругательство. И если он это сделал сознательно то прощение этому человеку уже нет. Представьте как это страшно. Представьте как это страшно. И насколько это серьезно. И колко это серьезно. Вы знаете это очень не безобидный грех. Это не безобидный грех. Когда люди матерятся они на распашку открывают дверь для бесов. Некоторые слова например кошмар в переводе буквально означают кошмар или ужас. Это скопление бесов. Това е натрупвание на бесовер. То есть когда человек говорит кошмар он призывает бесовер. Призывает демона в свою жизнь. Или демони в живота си. Приглашает их. Той ги хани. И демони приходят. И демоните идват. И начинают с какие-то кошмары. И започват някакви кошмари. Панические атаки. И так далее и тому подобное. Человек ничего не сделал. Человек нищо не е направил. Просто открыл свой рот. Просто и отворил устата си. Что написано в притчах? Какво пише в притчите? Жизнь и смерть. Че живота и смъртта в области языка. Ее под властта на языка. Можете себе представить? Человек просто сказал. Человека просто казва. Почему это так серьезно? Защо е толкова серьезно? Потому что слово это не просто слово. Защото думата не е само дума. Иисус Христос кто? Иисус Христос кой? Его ипостась. Это Слово Божие. Иисус это Слово. Иисус всышно все Слово. Которое стало плоти. Което става плот. И обитала среди нас полная благодать и истина. И знаете, неспроста в Писании написано. За каждое слово что за всяко дума будете держать ответ пред Господа. Что держите отговорность пред Господа. За каждое слово. За всяко дума. Это слова Иисус Христа. Вас задумайте на Иисус. То есть, что мы произносим? Как вы произносим? Будьте внимательны к своим словам. Будьте внимательны к своей думе. Вот со мной это произошло сверхъестественно. До уверования я, ну не так по-сапожному, конечно, но все-таки матерился. Когда я уверовал, когда я произнес молитву покаяния, Бог просто меня как будто от чего-то освободил. Я понимаю, что я был под демоническим влиянием. На следующий день я отметил себе это произошло сверхъестественно. Я перестал материться. Просто Бог очистил мою уста. Я это глубоко осознал. Господи, как это произошло вообще? Я же раньше даже матерился, даже не задумывался. А теперь я не могу даже произнести эти слова. Потому что одна мысль о них меня корежит. Почему? Потому что Бог освободил меня от проклятия. От словесного греха. Важно ли это? Конечно, важно. А хотя, казалось бы, мы ничего телесно не делаем. Просто произносим какие-то слова. Ну, Господи, ну что тебе, жалко, что ли? Я всего лишь выразил свою эмоцию. Но это для Бога это очень серьезно. Давайте мы прочтем следующее место. Это написано в послании к эфесянам. Послание к эфесяне. 4 глава 17 стиха. 17 стих. Апостол Павел обращается к церкви. Апостол Павел с его большинством церковь. Посему я говорю и заклинаю Господом 17 стиха. Послание к эфесянам 4 глава 17 стиха. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека осознанного по Богу в праведности и святости истины. Аллилуйя. И вот здесь написан очень важный стих. И мы идем много важен стих. Вот я сегодня об исцелении. Почему это так важно для исцеления? Знаете, почему важно себя хранить в святости? За что и важно да си пазим в святост? Я, например, как служитель, защото аз, като служител, я понимаю, что сохраняя святость, я позволяю Богу аз позволяю на Господь во всякое время использовать свой сосуд для Божия слава. Потому что Бог не пользуется оскверненными сосудами. За чтото Господь не использует нечисти съдове. Бог не использует порочной церкви. Не использует порочна церква. Он лично очистил ее в своей крови и она стоит пред Ним как? Написано без пятна и порока. Только такую церковь Бог использует. И я глубоко осознаю насколько это ответственно. В моей жизни происходило очень много чудес. Они и сегодня происходят. Не так давно практически полностью глухие люди. два человека получили исцеление просто от одного прикосновения. Недавно нам напомнили ситуацию когда к нам пришел один дедушка и я сделал ему только диагностику. То есть я прикоснулся к его руке. И потом через какое-то время мы стали узнавать и люди к нам приходят и говорят нас направил такой-то такой-то человек который приходил к вам и вы к нему прикоснулись к его руке и он исцелился. А у него был целый букет заболеваний. Чудес на самом деле очень много. И я сегодня объясню вот эту истину. Почему это происходит? Вы знаете есть небесное царство. Оно живет по своим законам. Там совершенно другая жизнь. Зная Писание мы можем прекрасно знать что мы там на небесах будем подобно кому? Будем подобны ангелам. Так говорит Иисус Христос. И мы будем жить вечно. И мы не будем болеть. Похоже на сказку. Но вы знаете это надо верить. Потому что мы поэтому верующие. Для меня это правда. За меня это истина. Потому что мы граждане неба напишем. Наше гражданство на небесах. Наше жительство на небесах. Там вечная жизнь. Там и вечный живот. Там люди всегда молоды. Юные. И никогда не болеют. Тело Иисус Христа я уже говорил. А он сегодня не знает ни болезни. Ни проклятия. Ни каких-то проблем. Аллилуйя. Это хорошо или плохо? Прикасаясь к этому царству как вот написано ищите прежде царство Божие и правды его. Расширенный перевод говорит праведности Божьего царства. Все остальное вам приложится. В том числе и здоровье. Раскрою секрет. На меня иногда смотрят и говорят сколько вам лет. Недавно одна болгарка меня спросила. Это была вот на этой неделе. Как вы поддерживаете свое здоровье? Сколько вам лет? Как вы поддержите здравето? На колкости? Я говорю ну скоро 56. Я сказал на скоро что-то на 56. И у нее просто вот челюсть вот так просто отвисла. Вы не выглядите на 56 лет. Не изглеждайте на 56. Максимум на 36. Я говорю потому что после определенного возраста я уверовал после 40 лет я начал пить травы сейчас стараюсь правильно питаться активно занимаюсь спортом да имам активен начин на живот но самое главное это радость аминь или не аминь та радость которую нам Иисус подарил она совершенна радость радость она омолаживает человека она реально делает человека моложе но самое главное просто через познание Господа Иисус Христос Иисус так обещал обновляется юность моя ты хочешь чтобы твоя юность обновлялась да? Познавай Господа Иисуса через слово через молитвы через общение через словословие через хвалу и что мы делаем вот смотрите Иисус пообещал Иисус не обещава уверовавши будут сображдать все знамения что тези които поверват ще имат знамения возложат руки на больных и будут здоровья Иисус так обещал Иисус обещава ли это его обещание это его обещание которое издает имя то есть со своей стороны тебе надо просто подойди и возложить руки на человека и сказать вы хотите чтобы я за вас помолился за ваше здоровье за ваше здоровье обычно люди соглашаются кому не хочется быть здоровым ну помолитесь может быть Бог услышит а Бог услышит потому что Он обещал и я со своей стороны исполнявам часть обетования заповеда и Христос возлагам ръцей исполнит ли Иисус Христос и дали Иисус Христос ще исполни свою сторону как вы думаете написано верен обещавший его обещание его обетование всегда дай Аминь он не замедлит но вера тоже нужна потому что если я буду это делать формально то исцеления могут и не происходить исцеления может да не се случат Иисус пришел в свои родные места и не мог там написано исцелить никого и чему удивился Иисус Христос удивился Иисус Христос их не верю люди просто не верили и это не работало возлагай не возлагай но если человек хоть немного верует если бы ему сказали весть благую вера от слышания слышание от Слово Божие и с верой помолились то чаще всего исцеление происходит почему потому что вы позволили человеку прикоснуться к небесному царству позволили Иисус Христу прикоснуться к этому человеку предоставили возможность предоставили возможность тому или другому человеку на един или друг человек войти в прославленное тело Иисус Христа каким образом через глубокое покаяние через водное крещение через крещение мы входим в святая 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 и становимся часть его тела храмом всемогущего Бога церковь это тело Иисус Христа Иисус Христос наша голова Я повторю вот эту мысль мы церковь прославленное тело прославлено тело Иисуса Христа на Иисус Христос которая сегодня не знает болезни която днес не познава болести если ты в теле болезни проходят мимо болеста ви подминава вот скажи на это аминь с верой может быть у тебя сейчас пока это пока не происходит но Бог Он многомилостив достаточно просто сильно поверить всем сердцем взыскать Господа чрез цялото сърце потому что только они находят Господа и найдут меня говорит Господь те которые взыскали всем своим сердцем ктоя взлюбили Иисуса всем своим сердцем все я душой всем разумение все крепости своей пусть Тя Господи крепит Слава нашему Богу слава на нашия Господ Я прочту последнее место. И оно написано в первом послании к Коринфянам. Одиннадцатая глава. И мы будем заканчивать. И это знаменитое место о причастии. О трапезе Господне. И оно тоже невероятно важно. Вы знаете, первосвященническая молитва. О чем Иисус Христос молился. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе. Он молился Небесному Отцу. И Он говорил такие святые, невероятно наполненные Божьей любовью слова. Божие. Отче. Я хочу, чтобы они были в нас едины. Как мы едины. Как я в Отце. И както я съм в Отца. И как Отец во мне. Так и вы будете в нас едины. Желание Иисус Христа. Желанието на Иисус. Чтобы мы были в Нем. И в Небесном Отце едины. В Небесния Отец да сме едины. Да станем часть от Него. Кость от кости Ему. Плоть от плоть Ему. Непрестанно умывающийся Его драгоценной крови. Что это? О чем это? Какво это? За какво? Мы там. В теле. Благодаря чему? Благодарение на какво? Давайте прочитаем об этом. Не-ка прочитаем. Это Откровение апостола Павла. По Откровению это на апостол Павла. Потому что он пишет. За что-то пишет. Не бояться моего Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал. Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Что это за смерть такая? Знаете, в другое место написано, что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И мы воскресли для новой жизни. Во Христе Иисусе. И это тоже пишет апостол Павел. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сие и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете. Двадцать седьмой стих. «Посему кто будет есть хлеб сие и пить чашу Господню недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней, Да испытывает же себя человек, И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сие. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, Не рассуждая о теле Господнем. А то во многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Написано так? Смотрите, какая интересная истина. Колко интересна тази истина. Бог предоставил нам вход. Че Господ не предоставя входа. Вход в Его святое тело. Вход в Его святая святых. В святая святих. Я на прошлое проповед и говорил. И миналото проповед ви казвах. О том, что никому из ангелов Бог такого не сказал. И так написано. Кому из ангелов Бог сказал. Ты сын мой возлюбленный. Кому из ангелов? Никому из ангелов Бог такого не говорил никогда. На никого из ангелов Господ не го казва. Потому что ангелы – это суть служебные духи. Предназначены для служения человеку. Который получил усыновление. Кое-то получало усыновление. Не важно, сестра или брат. Ты получил усыновление. И стал частью всемогущего Бога. Библия говорит причастникам Его божественного естества. То есть с этого момента Ты уже не творение. Ты в прославленном теле. И ты уже не можешь болеть. Если принял тело и кровь. Ако си приел тялото и кровь. С благоговением и трепетом. С благодарностью за то. Что Бог позволил. Че Господь позволил. Войти в Него. Да влезе в Него. И стать Его частью. И да стане часть от Него. И болезни они. И болестите просто. Поэтому и причастие. Заминават. И водное крещение. И водното крещение. И крещение Святым Духом. Крещението со Святия Дух. Очень часто. Много често. Настоящие. Истинските. Когда поверь. Когато истински вярвам. Очень часто сопровождаются. Знамениями и чудесами. Често се сопровождаватся знамения и чудесами. В Казахстане мы в реку занесли одного парализованного человека. В Казахстане. Вмукнахме в река един парализован человек. Он попросил. Той не помоли. Крестить его в воде. Да го крестим в вода. И стать членом церкви. И да стане члена церква. И мы привезли его к реке. И го докарахме до реката. Потащили его к реке. Домъкнах него там. И четверо здоровых мужчин занесли его в реку. Четверо здоровых мужчин занесли его в реку. И пастор преподавал ему там водно грещение. А вышел из реки. Пак излизал от там. Человек своими ногами. Человек с свои крака. Потому что принял тело Иисус Христа. Вошел в тело Иисус Христа. Влязел и в тело Иисус Христа. И стал здоровым человеком. И стана здрав човек. Потому что тело Иисус Христа, но не болеет. И за Бога. Очень естественно. Това е много естественно. И вы знаете, то, что для нас сегодня е сверхъестественно. для Небесного Царства, это абсолютно естественная вещь. Потому что там никто не болеет. Там никто не умирает. И они смотрят на нас. И говорят, люди, что вы тут метаетесь, мечетесь? Обратитесь к Богу. Через жертву Иисуса Христа. Получите это вечное исцеление. Вечное спасение. Будьте Его частью. И дьявол уже просто не прикоснется к вам. И если вы будете держаться Иисуса Христа. Слава наше Богу. И я уже заканчиваю. Основната моя мысль сегодня была. Что? Иисус живет в прославлено теле сегодня. Он есть глава Церкви. Так написано. И мы, Церковь Его. И ние, Неговата Церква. Мы являемся Его прославленом телом. И се явяваме Негово прославлено телом. Скажи прославлено телом. Прославлено телом. Потому что Его тело сегодня прославлено. Защото тялото Му днес е прославлено. Конечно, мы можем страдать. И ние можем да страдаме. Но в основном христиане. Обаче основно христиане. В Первоапостольской Церкви. Почему страдали? За что сострадали? Потому что они шли до края земли. За что-то соходили до края наземята. И несли Евангелие. И соносили благота весть. И люди их ненавидели. И хората саги мразили. И просто их убивали и распинали. Так же, как Иисус Христа. Это было страдание за веру. И вы знаете, что касается лаудикийского периода. Вот практически ничего Иисус Христос не говорит хорошего про лаудикийскую Церковь. Ты ослепла. Ты нога и ты нища. Советую тебе купить у меня золото огнем очищено. Глазную мать, чтобы тебе видеть. Нас заучи, за да виждаш. И так далее и то подобное. Но вот награда. Обаче, какова е наградата? Я еще раз. Я уже об этом когда-то проповедовал. Още видно, ще повторя. Я все равно буду эту мысль повторять. Ще ви повторяем тази мисъл. Награда самая велика. Че наградата е най-велика. Вот самая велика награда. Най-великата награда. Потому что побеждающему. Защото този, който побеждава. Иисус Христос говорит. Иисус Христос му казва. Дам сесть. Че ще му позволя да седни. Рядом со мной. До мен. На мое престол. И это самая велика награда. И това е най-великата награда. И вы знаете о чем это говорит? И за какво говорит това? Это говорит о том, что в последний период. Това говорит за това, че в последния период. Который уже наступил. Который уже наступил. В период лаудикийска церква. Церква очень важно развивать. За церква да и много важно да развива. Невероятно близки. Невероятно близки. Который никто никогда не развивал. Близки интимные взаимоотношения с Иисусом Христос. Насколько это только возможно. Погружаться в Него. Просто да се потопим в Него. Читать Его Слово. Да читаем Словото Му. Исполнять Его заповедите Му. Ну просто вот первое время это. Просто вот исполняешь и все. Просто трябва да го исполнявам. Ты можешь ничего не чувствовать. Ты можешь страдать. Можешь да страдаш. Но просто исполняй. Рано или поздно. Рано или късно. Наступи периода на блаженството. Когато ще го преживееш. Самое лучшее на Земле. Кто мне там на Небе. Кто мне там на Земле. Самое лучшее на Земле. Най-хубоето на Земле. Это пережить близость. Это преживееш близки отношения. С Иисусом Христос. Потому что Он невероятен. Это невероятная личность. И понякогу я си мисля. Господи, ну что? Я уже верю 30 лет. Библию читал много раз. Но уже там думаешь, ну что там можно узнать еще? И каждый раз Иисус Христос все равно скажет что-то новое. Я задаваю много вопросов. Господа. На Господа. Господи, какво ще правим там на небеса? Неужели там что-то будет интереснее, чем здесь на земле? Что там мы будем производить, что ли? Какво ще произвеждами? Не знаю. Размножаться. Какво? Какво не чакат там? И вы знаете, Бог тоже через некоторые места Писания. Он называет нас сотворцами. Той не нарича сотворцами. Что Бог посредством ангелов написано в причах и духов сотворил. И сотворил и духов. Мы там на небесах будем подобие ангелов. И Бог вместе с нами будет творить. Целая вселенная. Целая вселенная. Живые существа. Живые растения. Живые растения. Вот попробуй представить. Вот ты например что-то вырастила у себя в огороде. Это уже интересно. Отгледала си нечто в грязината. Интересно, что какой-нибудь цветочек вырастить. И он уже там пробился. Цветочки. Потом плоды. И ты уже гордишься о том, что вот. Это мой помидор лично. Я его сама вырастила. И го отгледах. А можешь себе представить, что ты можешь создать. Как можно ли да си представить, что можешь да создадешь. Новое растение. Новый цветок. Такой какой-то ты захочешь. Который никто никогда не создавал. Но это совершенно другое. Мы там будем на небесах со творцами. Небесного творца. И это опять же не сказка. Бог говорит. не видел того глаз и не слышал этого уха, что Бог приготовил за свое возлюбление. Слава нашему Богу! Давайте мы коротко помолимся. Я бы хотел предложить, потому что, может быть, кто-то... Я так понял, что с разбрах, что два момче... Иван? А какова операция? Трахеи-то. Можете ли, да, да, помолишь по ним, да, да, молим за него? Само закратку до доди, да, да, направим молитву. Скажите, за исцерение? Или то и поиска до сипока? Так можно? Просто нам сказали, что человек хочет прийти в церковь и покаяться. Казахани, че человек иска да дойдет на церковь, и да сипокай. Поэтому мы не можем упустить такой шанс дать человеку возможности. Иван, здравей, можно ли только дододи, за кратку? И скажи, да, направим молитву за тебе, за исцерение, Бог дайте до косни. И может, от трахеостома ли только? В следу операции. А, си махнаха, да? А, си млекарь, из-за твоего разбиран напылно, за каквост твой вопрос. Ну, и священник, и искам да направить такая специальная молитва. Само да, да повторишь думику, это много важно. За тейп, за твое-то спасение и за твое-то истерение. За что-то... Да, да повторишь. Ставли? Аня, все пак привежды. Спривод полезно. Така. Стани. Может, да, может, и затворен очи. Боже мой, отче, прости все мои грехи. С этого момента я полностью целиком доверяю Тебе свою жизнь. Я верю, что если Бог Тебя воскресил из мертвых, то Он сможет и всех нас воскресить в свое время, что может и всех нас да не воскреси. К вечной жизни. За вечный живот. Спаси меня. Спаси меня. Спаси мою душу. Спаси душатами. И омой меня прямо сейчас. Ими уми, сега. От всех моих грехов. всички теми грехове. Возьми в мою жизнь. Влез в мой живот. И возьми мою жизнь. Вземи мой живот. Благодарю Тебя, Боже. За то, что Ты сделал меня частью Твоего святого тела. За това, че Си ме направил частью святото Ти тяло. И Твое тело, оно не болеет. И Твоето тяло, то не боле дува. Оно прославлено. И прославлено. Исцели меня прямо сейчас. Через Твою святую кровь. Через свято Ти кровь. Через Твое святое помазание. Хвала Те, всемогущий Бог. Я верю и вярвам то, что написано в Писании. Что ранами Твоими мы исцелились. И Ты забрал все наши немощи. И Си взял всички и болезни на Голгофский крест. Благодарю Тебе, Боже, за полное исцеление моего духа, души и тела. Что прямо сейчас Ты берешь мою жизнь в свою любящую руку. И теперь я полностью целиком в Твоей руке. Благодарю Тебе, Боже. Во имя Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Малку и Малку и Остя Ивана ищак да взем помазание да сложа илей миру. Давайте мы прославим нашего Господа. Потому что написано небеса радуются даже об одной кажущейся душе. Аллилуйя. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Духа, благодаря тебе, Боже, ты обещал нам психически вернуть на черный, что сможешь быть с этим. Духа, благодаря тебе, Боже, за твое исцеление. Духа, благодаря тебе, Боже, за твое исцеление. Духа, благодаря тебе, Боже, за твое исцеление. Она сказала, что ее зять в Англии в реанимации с коронавирусом уже около недели на аппарате в реанимации. И что ей, скорее всего, нужно будет помогать дочери, потому что неизвестно, какой будет исход. Ну, я понимаю, что неделя на аппарате в реанимации, это практически уже приговор. И я ей предложила, давайте помолимся. Я говорю, вы не возражаете? Мы можем помолиться за вашего зятя. Я говорю, вы верите в Бога? Она говорит, ну да, верю, иногда молюсь. И мы с ней помолились. Ну, вернее, я молилась. В конце предложила ей сказать аминь. И во время молитвы я попросила в Духе пришло помолиться за то, чтобы Бог продлил дни жизни этому человеку. И в молитвы Бог мне казалось, что требует помолиться за то, чтобы человеку удерживаться. Да, и через неделю она приходит и говорит, слава Богу, его перевели из реанимации в другую палату. И следуя на седмина 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 и говорит, что он уже не в реанимации, а уже просто в болнице. И пошел на восстановление. И започнил, что он восстановляет. И вы знаете, она пришла недавно на этой неделе и сказала, что оказывается, он был мертв. И врачи ему поставили диагноз, что уже все, остановка сердца. А потом она жил. Я говорю, то есть он пережил клиническую смерть. И она говорит, ну да, я не знала, как это называется. Не знаю, как с ней наречит. И она говорит, такие вещи, такую вещь, сама. Сама оказывает, конечно. Она говорит, если бы мы не помолились тогда, то он сейчас был бы мертв. И она говорит, сильная была молитва тогда. Молитва-то и била силу на тугава. Да, слава Богу. И еще один случай тоже расскажу для того, чтобы поднимать веру. Я у нас дочь предложила вообще у нас в медцентре написать, здесь происходят чудеса. И наш дочь предложил на работу то, да напишем табелка с думи, тук се случват чудеса. Да. Одна женщина пришла, у нее сильно болела спина. Еднажды она дойде, много силная болеющая горба. Конец рабочего дня. И муж говорит, ну давайте я вам сделаю диклак. Диклак в колю. И той предложил да се сложит диклак за обезболявание. И на следующий день она приходит и громко-громко на весь медцентр, так, что все слышали в других стаях, в кабинетах. И на следующий день, час и два, и говорит много високу, и всички очуват. И она говорит, что вы сделали? Кольвосты направили. У меня сразу же все прошло. Всички миного. В эту же секунду. Я говорю, ну у нас здесь чудеса случаются часто. В Казахмачи чудеса тоже случат при нас. И потом выходит одна клиентка. И говорит, я тут слышала, у вас чудеса случаются? Я еще при вас случаю чудеса. Я говорю, да, у нас часто случаются чудеса. В Казахмачи чудеса случат. И она говорит, ну запишите мне еще один час, я к вам еще раз приду. И тебе, кажется, запишите мне, что вы нашел, что это при вас. Да, поэтому знаете, Бог, Он всемогущий Бог. Бог всемогущий. И я никогда не считала себя, у меня никогда не было какого-то желания углубляться в служение и исцеление. Ну, я никогда не думала, что это мое. Но получается, через мою молитву. Но получается, через мою молитву, через меня, да. Бог исцелил и воскресил человека. Бог исцелил и воскресил человека. Буквально месяц назад. Приди один месяц. Я хочу сказать, что каждый, каждого может Бог использовать. И искам да кажа, че Бог может использовать всеки один от вас. Просто нужно услышать побуждение, когда Дух Святой побуждает молиться. Просто требует да чуете Святие Дух, когато Той выказывает да се молите. И верить во всемогущего Бога. И да вярвате во всемогущие Бога. В Его силу. В Неговата сила. Аминь. Аминь. И мы сейчас, я думаю, будем молиться, да. И всегда же все молим. Может быть сначала за тех, кто здесь присутствует. Мне вчера один наш знакомый сказал, Наташа, тебе надо двигаться в служении исцеления со своим мужем. Я верю, у вас будут чудеса, чудотворения. А я ему... А можно чуть-чуть отойти в сторону? Ты загораживаешь. А я ему рассказываю. Я ему рассказываю. Я недавно в цыганской церкви. И скоро я был в цыганской церкви. И две очереди в конце служения были. И в крае на служение има же две упашки. Одна очередь к мужу за молитвой на исцеление. И одна упашка к мужу за исцеление. А вторая очередь и сестер сфотографироваться со мной. А вторая-то от сестры, кой ты исках это сниматься с мен. Я говорю, красивые и умные разделились. А в сказках, чей красивый и умный ты, ты со стороны разделили. Да, поэтому как-то я сейчас передаю микрофон мужу. Хотя для Бога нет ничего невозможного. Мы можем быть и красивыми и умными. За Бога няма ничего невозможно. Можем быть красивыми и умными. Да, Бог любого может использовать в даре исцеления. Бог может использовать во всяком за исцеление. Давайте мы, наверное, встанем. Некогда встанем. Если есть у кого-то какая-то нужда или проблема. Давайте мы возложим руки на это чисто. Да, я пока помолюсь за просьбу. Что я помолюсь за просьбу. Василий помолиться за исцеление Светланы Сафронской из Москвы. В четверг ей сделали операцию. Вторую операцию. В четверг ей имя операция. Вторая операция. У нее онкология. Имя онкология. Она сейчас лежит в больнице. В часе я в больнице. Чтобы Бог ее исцелил. И некогда я помолю Бог, ты ее исцелим. Да, когда я был в ромской церкви. Кот убег в ромской церкви. На молитву об исцелении. На молитву за исцеление. Вышло очень много людей. Излезли много хора. Я сказал, что я не могу прикоснуться к каждому. Я сказал, что не могу дать докос на всякий. Потому что вас слишком много. За что-то степри колено много. Но Иисус сейчас здесь. Но Иисус всегда и тук. И Он лично прикоснется к каждому. И той личностью, что дать докос на всякий един от вас. Только верьте. Самому требует доверять. Мы помолились. Если бы моллих мы. И потом служение закончилось. Но после служения все равно остались люди. Они ждали терпеливо. И они сказали, мы хотели бы, чтобы вы еще раз помолились. Но уже с помазанием, с елеем. И опять выставилась очередь. И пак имаши у Пашка. Ну там уже было человек 20, наверное. И мы еще 20 человеком. И я помолился с помазанием. Помолился с помазанием. И поэтому у меня сегодня такое предложение. Если кто-то хочет, чтобы помолились с помазанием. То есть мы помолимся с помазанием. Подойдите сюда. Можете быть вперед. Потом я по Писанию тоже передали вещи, платки, салфетки, чтобы мы помазали елеем. И потом эти вещи будут возложены на больных. И Писание тоже описывает случай, что даже через опоясание апостола Павла люди получали исцеление. От тени апостола Петра люди получали исцеление. От сянката на апостол Петра, хората са получали исцеление. Давайте мы сперва помолимся за тази нужда. Господь, благослови Светлану Сафронску. Благослови Светлана. Приди на нее твои исцеляющие силы. Прямо сейчас вы благословляете. Мы разбиваем всякий дух рака. И повелеваем его убраться вон из этого тела. И именем нашего Господа Иисус Христа. Прямо сейчас вон. Вон во имя Иисуса Христа. Господь, мы также, Господь, очень благословляем эти вещи, эти платки. Пусть на них придет твоя сила. Через свое святое помазание. Хвала Тебе, всемогущий Бог. Хвала на Тебе, Господи. Одного Твоего прикосновения достаточно, Господи. Чтобы исцелить от любой болезни. От любого недуга. И кто хочет, чтобы помолились за него спомазание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...